МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Океарская студия телерадио-овещания. Информационный выпуск новостей. С последними событиями недели вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. И сегодня в выпуске. Состоялась комиссия по вакцинации населения. В районе продолжаются мероприятия в рамках месячника милосердия. А теперь обо всем подробнее. В Малом зале администрации района 17 сентября состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Заседание вела заместитель главы администрации по социальным вопросам Минзаля Баймурзина. Подробнее в нашем следующем сюжете. С наступлением сезона холодов в сентябре и октябре месяце проходит всеобщая вакцинация населения. Чтобы скоординировать этот процесс и выявить проблемы, проводят заседания и встречи руководителей предприятий и организаций с представителями лечебных заведений. Здравоохранение населения – это одна из главных задач руководства не только района, но и всех организаций. И поэтому вакцинация является весьма важным мероприятием. Эта группа заболеваний будет полиэтиологичная, известная около 300 видов, поэтому широкое распространение занимает в нашем мире. Высокая заболеваемость исходит из того, что у нас плотность населения высокая, иммунитет очень слабый. И поэтому самая главная профилактика этих заболеваний, конечно же, вакцинация нашего населения. В вакцинации активно принимают медработники, как группы повышенного риска, работники общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений. В группу рисков также входят люди старше 60 лет. Именно вот этот контингент населения у нас, работников, занимает, конечно, стопроцентную вакцинацию. На заседании присутствовали главные врач Океанской центральной районной больницы Виктор Семко, заместитель начальника отдела внутренних дел Расуль Хусаинов, руководитель методического информационного центра отдела образования Виктор Платонов, начальник ветеринарной станции Вахид Абдульменов, начальник пожарной части номер 93 Урал Тулебаев и приглашенный на заседание начальник территориального отдела Роспотребнадзора по республике Башкортостан в городе Сибай Кадир Ганиев и заведующий центральной районной аптекой номер 52 Миляшакуль Сембаева. Первым выступил главный врач Виктор Семко и рассказал о том, как обстоят дела в районе с остро-респираторными вирусными заболеваниями, как идет подготовка к вакцинации населения и о готовности медицинских учреждений для проведения мероприятий, связанных с иммунизацией. В нашей Океанской центральной районной больнице проведена корректировка планов противопедемической и профилактической мероприятий по борьбе с гриппом на эпидемический сезон 2014-2015 года. Проведены расчеты потребностей в профилактических лечебных препаратах, оборудовании, имуществе, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах. Передается ежегодный мониторинг в Центр гигиены и эпидемиологии ВРБ, очистенность заболевшим РВИ и гриппом. Проведен семинар по вопросам клиники диагностики и лечения гриппа. Проводится сам процвет работы среди населения по профилактике гриппа. Подготовлена статья в газете о мерах профилактики гриппа в РВИ. Далее взял слово Кадзерганиев. Он озвучил статистику вакцинации и отметил важность этого мероприятия для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. Он отметил, что на инкубационный период уходит до 7 дней и рекомендовал при снижении температурного режима запретить занятия и ограничить мероприятия в пик заболеваемости. Если обращаются медицинские работники с просьбой о вакцинации населения, необходимо сделать прививки. Потому что профилактики, прививки защищают население от тяжелых форм. Возможно, не всегда это спасает от заражения, заболевания. Но тяжелых форм таких обычно после иммунизации не бывает. Поэтому желательно населению вакцинироваться. Все условия для вакцинации в центральной районе больницы Ак-Яры есть. И иммунизации, вакцины будут доставлены своевременно, видимо. В норме должно быть вакцинировано не менее 30% населения. Все вакцины уже отправлены в лечебные заведения и на местах социально-прививочной бригады. Минзаря Губайдулова заверила, что работа с организациями ведется. И к 30 октября будет завершена иммунизация работников предприятий. Как представитель комиссии, ежеводно мы работаем определенную работу против гриппа. С наступлением холодов, конечно, охват гриппом у нас увеличивается. По этому направлению не только наша административная комиссия должна работать, а все руководители предприятий учреждений. Потому что на вакцинацию от гриппа очень мизерная сумма выделяется со стороны Минздрава. Поэтому, если каждый руководитель озабочен, чтобы его работник не болел, этот руководитель должен закладывать энную сумму. По этому направлению, конечно, ведется определенная работа, но республиканского уровня у нас есть ли 30%, по нашему району охват вакцинации у нас всего 19%. Поэтому я руководителей очень прошу, чтобы они более тщательно изучили этот вопрос и выделили энную сумму. Из федерального бюджета выделено 6500 прививок. И этого недостаточно, так как по плану в район необходимо 9000 прививок. Не хватает вакцин и лицам, входящим в группу риска. Возможно, этот пробел можно восполнить за счет благотворительности. Тем организациям и гражданам, которые не попали в план, необходимо обратиться в аптеки для покупки вакцин, чтобы обезопасить себя в период эпидемии. Также желательно, чтобы предприятия позаботились о своих пенсионерах, ведь здоровье и внимание – самый ценный подарок, что можно сделать. Организация должна подать нам заявку требования по количеству вакцин. И мы будем закупать эту вакцину. Обычно в обеспечении в течение 1-2 недель. Ну, неделю. Проходит неделя на закупку и доставку вакцин. Необходимо провести разъяснительную работу в организациях и с гражданами, так как наблюдается спад вакцинации не только в районе, но и повсеместно. Необходимо беречь свое здоровье и здоровье своих близких. Все это в наших руках. Часто стоит лишь прислушаться к медицинским работникам. Не стоит забывать, что в здоровом теле – здоровый дух. Гульнас Абрагимова, Миляша Атанова, Зуфара Лебаев, Айнур Ахметов. Служба новостей. Акция «Месячник милосердия» набирает обороты. С каждым днем проводятся различные мероприятия. На одном из таких мероприятий побывали и наши корреспонденты. 18 сентября в рамках акции «Месячник милосердия», который стартовал 5 сентября, воспитанники молодежно-подросткового клуба «Нур» организовали работу в помощь пожилым людям села Акьяр. Цель этой акции является воспитать детей в уважении к старшим. Целью у нас военно-патриотическое воспитание в первую очередь тоже. Ну и еще раз, наверное, это уважение к старшим. Сегодня молодая гвардия выезжает к Габитовой, к Зидану Минигалеевне. Мы хотим помочь ей по хозяйству, поговорить, знать, как она живет, как у нее дела. Вместе с участниками молодой гвардии и Единой России мы направились по адресу школьная 6.1. где проживает ветеран труда. Нас радушно встретила Гульзикан Габитова. Она очень обрадовалась нашему приходу. Парни и девушки организовали работу по уборке дома и участка, принесли воду, некоторые взялись чинить пылесос. Чувствовалось, что их помощь была от всего сердца. На глазах ветерана труда мы увидели только радость. Гульзикан Минигалеевна выразила большую благодарность за такое внимание, что их не забывают, не смогла сдержать из слез радости. Гульзикан Минигалеевна, о том, что они были в нашей стране. и каждый день. Продолжение следует...